Привет ребята! Сегодня мы поговорим о проблеме льготных премов. Для того, чтобы в ней разобраться, нужно для начала поговорить о том, что из себя эти премы представляли изначально. Игрок покупал возможность не видеть десятые уровни, взамен же получал машину, которая слабее, чем остальные на своем уровне. Но в первую очередь он покупал танк для фарма. Что же стало с этими танками сейчас? Отказавшись от дальнейшего выпуска льготов, ВГ начали выпускать премы, которые сильнее, чем другие машины на уровне. Эти новые премы заполнили восьмой уровень и стали частыми противниками для старичков. Грубо говоря, если раньше льготный танк был по силе 80-90% от одноуровневых ребят и сражался с танками, имеющими стопроцентную силу, то сейчас он постоянно видит новые машины, которые легко доходят до 120% силы относительно средней по уровню. Помимо этого, у нас появились танки, которые практически нереально пробит для части льготов. Да и пробитие на восьмом и девятом уровне выросло, что сделало броню многих этих машин не актуальной. Конечно, есть частные случаи ФЦМа, который, являясь сараем без стабилизации и альфы, пострадал от количества обзора и арты. Плюсом ко всем этим проблемам идет и балансировщик, из-за которого льготы редко стали попадать в топ. А ведь именно там они себя могут хоть как-то проявить и пофармить, не прибегая к стрельбе голдой. Теперь мы видим проблему полностью. У нас есть танки, переставшие быть актуальными, за них заплатили реальные деньги, но применять их не то, что для фарма, а для простой игры стало равносильным мазохизму, из-за того, что игра вокруг них изменилась слишком сильно. Чтобы решить эту проблему, мы должны людям вернуть возможность фармить на них, и при этом чтобы фарм этот был стабильный и более-менее комфортный. При этом же мы не должны сделать так, чтобы шестые и седьмые уровни страдали при виде этих танков. Сейчас, играя на 3-4-85, игрок не сильно переживает от того, что в команде противника ИС-6, но и регулярная восьмерка не должна переживать, ведь у ИС-6 льготность как раз из-за того, что он слабее. Решение, которое выбрали ВГ, просто апнуть ТТХ и броню. Апы, которые связаны с комфортом игры, на самом деле хороши. Это изменение УВН, точности, времени сведения, скорости полета, снарядов и максималки назад. Сами понимаете, что чем лучше эти параметры, тем удобнее играть. А вот остальное, ну как бы мертвому припарка. Я пройдусь по тем изменениям, которые считаю неправильными или недейственными. КВ-5. Изменение его брони не решает проблему танкования как восьмых, так и девятых уровней. Как и не решает проблему радиста, который, как мозг картодела вроде есть, но вроде мертв. Зато эти изменения создают большие трудности для машин, которые встречают КВ-5 в топе. Против них его броня начинает работать еще лучше. А ведь у него и так огромный запас прочности есть для того, чтобы без проблем размазывать шестые и седьмые уровни. Танк невозможно апнуть по броне так, чтобы он не был мясом внизу списка. Зато можно исправить проблему радиста довольно простым способом. Если сместить его хитбокс в сиськи ниже и сделать так, чтобы броня этой пашеньки была крепкой внизу и осталась слабой наверху. Тогда мы уменьшим уязвимую точку и уберем раздражающий элемент. Сделать же так, чтобы танк мог сражаться против вставшего нормальным пробития в 200 плюс на восьмом уровне и выше без нерфа его хп не получится. А нерфить прямо нельзя. ИС-6. Изменения брони опять приводят к тому, что в дуэли двух этих машин победит тот, кому больше повезет с выцеливанием лючков. Я привожу этот пример, потому что помню времена, когда на этом танке ты почти каждый бой встречался брата и ваши дуэли сводились к знанию слабых мест, таких как апнутые возле маски щеки. Опять же, ИС-6 не станет регулярным героем историй о битве внизу списка после того, как его апнут. У него все так же не будет хватать пробития даже на голде. Как и у КВ-5. Точнее, его будет хватать только для выцеливания каких-то слабых мест. Возможно, с апнутыми ТТХ орудия это проще будет сделать. Далее, ФЦМ. Чего не хватает машине, которая раньше была выбором статистов? Ей не хватает стабилизации. ВГ же сделали так, что стабилизации станет еще меньше. У нас разброс зависит от подвижности. Нерв подвижности японских ТТ косвенно апнул их стабилизацию. Здесь ситуация с точностью, то наоборот. ФЦМу нужно уменьшить время, которое уходит на произведение выстрела. Потому что он не обладает альфой и с большой вероятностью получает в ответ больше, чем нанес. Чем меньше он подставляется, тем ему комфортнее. Но мы получаем аналог CDC. Сарай на скорости, без стаба. А как вы знаете, CDC в рандоме не очень живет. Ягдтигр. Одна из тех машин, кто не особо может изменить фланг из-за низкой подвижности. Поэтому вынужден в основном давить до конца. Отсюда высокие требования к качеству стрельбы. И ему не хватало именно нормальной голды, потому что противников Яга выбирать не может по названным выше причинам. Увы, она ее не получила. У Гуся выходит та же ситуация, что и у КВ-5. Ему апают защиту от нескольких уровней. Хотя, конечно, полоска брони на башне, которая получила серьезную прибавку, поможет ему хотя бы против одноклассников. Но мне кажется, что против них больше помог бы ап основания башни, куда в клинче довольно легко попасть. И из-за которой Гусь, как мне кажется, теряет фишку монстра фронтальной брони. Мне еще интересно, почему именно 186 миллиметров? Почему не обосновано это в почтнотах? Почему не указано, что именно теперь стало можно пробивать с таким мощным апом? Ведь это значение взяли не с потолка. К сожалению, разработчики совершенно забыли про патч 9.18, который ввел массу ЛТ и про общую инфляцию обзора и решили, что тот же 343, которому некуда ставить оптику, если он хочет нормально стрелять, справится и без засвета. Ну а КВ-5 и ИС-6 пусть просто сосут невидимую шведскую бибу, торчащую из кустов. Но это все придирки к частным случаям. Давайте смотреть на ситуацию глобально. Перестанут ли после апа льготы боятся постоянных боев внизу списка? Нет. Уйдет ли надобной стрельбе голдой? Тоже нет. В них появится немного комфорта и все. Новые премы из команды напротив никуда не денутся, как инфляция пробития вкупе со всякой японско-польской броней. Тогда как решать вопрос? В Блиц версии игры ввели два орудия на выбор. У одного хорошая ТТХ и с ним ты видишь десятки, другой же классическая и с ним ты льгот. Раз это не ввели у нас, значит есть причины и это вариант отпадает. У меня есть две идеи как исправить проблему этих машин. Первая. Ограничить уровень боев еще раз. Восьмой максимум. Почему? Да потому что объем новых премов сам по себе уже представляет проблему для старичков. Эти премы, опережая по ТТХ одноклассников, сами могут тянуть как минимум на восьмой с половиной уровень. А если учесть то, насколько сильны новые девятки и то, что льготы делались под старые, такое изменение кажется не настолько глупым. По крайней мере мне. И это решение является ответом на ситуацию, которую создали в АГ. Льготы были слабее средней силы по уровню. Но сейчас средняя сила из-за премов выросла настолько, что апать льготы надо до уровня прокачиваемых. Но тогда почему они не должны видеть десятки? Парадокс получается. Вторая альтернативная идея. Серьезное повышение коэффициента фарма. Признать, что льготы вынуждены стрелять голдой чаще, чем раньше. Позволить людям реально фармить на этих машинах в топе и не уходить в минус при игре против мира брони, которые разрабы сами и наворотили. Все-таки эти танки покупали именно ради фарма и с высоким заработком серебра игрок будет осознавать, что он меняет свои ттх на нормальные результаты и уменьшение времени, проведенные на неактуальных машинах. Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это обещание, которое разработчики написали в новости о патче. Оно гласит. Сейчас мы не можем контролировать распределение количества боев в разных частях списка. В балансировщике просто нет такого механизма. Но вот мой подписчик, за что ему огромное спасибо, дал мне ссылочку вот на какой момент из обзора обновления 9.18. А если окажетесь внизу списка несколько раз подряд, балансировщик найдет вам место в середине или вверху. Это правило действует даже если вы смените танк, поменяйте сервер или вообще зайдете в игру заново. Выходит, нам врут? Ладно, это уже на совести ВГ. А я хочу сказать вот что. Покупкой льготных премов игроки оплачивали и поддерживали игру в ее ранней стадии жизни. Что, как мне кажется, должно заслуживать отдельного уважения со стороны ВГ. Но из-за действия разработчика, на деле игроки остались не идееспособными танками и оказались обманутыми. Разработчик же оказался в ловушке, которую сам себе и создал, не имея возможности не дать машинам адекватные ТТХ, что противоречит их идее, и не имея возможности починить их среду обитания, потому что это противоречит идее заработка денег. Мы пришли от ситуации, когда адекватный 6 мог тащить, к ситуации, когда льгот в команде противника зачастую означает, что их команда просто слабее. Да, изменения ТТХ в патче 1.2 помогут этим машинам. Играть станет, конечно, приятнее. Но будет ли эта прибавка достаточной, чтобы о льготах снова можно было отзываться как о машинах с комфортом фарма? Вряд ли. Игра поменялась радикально, и изменения льготов тоже должны быть радикальными, но при этом такими, чтобы у нас не было очередного роста разрыва между силами уровней. 186 мм пробития это не выход, это не та помощь, которая нужна, особенно если учесть, что льготы так и не вывели из продажи. Более того, на некоторых из них стоит довольно приличный ценник. А смысл платить почти 2700 за ИСА-6, если можно дождаться протажи Скорпа, Защитника или Прожетты. Мой вывод из всего этого – актуализация не очень удалась. Им бы выгоднее и приятнее, чем плата за отсутствие десяток в бою. Может быть, с изменением балансера ситуация улучшится. Но вполне может быть, что я в корне не прав. С радостью прочитаю ваши мысли и впечатления от патча в комментариях. Спасибо за просмотр, хорошего времени суток и удачи в рандоме.